Итак, мы продолжаем. Итак, давайте обратимся к принципам, которые предлагает Гранд Осборн в своей книге «Германифтическая спираль. Общее введение в библейское толкование». Прекрасные принципы, которые систематизируют огромное количество труда, вложенного различными исследователями, экзогетами, которые пытались найти принципы толкования Библии. И вот исследователь, ученый, который неким образом систематизирует для нас огромное количество этих усилий и трудов и предлагает следующий вариант, следующее действие. Первое действие. Внимательное чтение текста нельзя осуществить без определенной позиции, основанной на предпонимании. Смотрите, здесь о чем говорится. Предпонимание важно для толкования текста. То есть, если у вас нет никаких мыслей о том, что вы читаете, нет никакого мнения, никакого отношения, то это может мешать вашему толкованию текста. То есть, предпонимание важно. Само размышление требует внутренних, то есть, интеллектуальных категорий, обусловленных предположительным мировоззрением. То есть, мы исходим из определенного мировоззрения, когда мы начинаем толковать текст, а также верой или особенностями читающей общины, которой толкователь принадлежит. Поскольку нейтральная экзогеза невозможна. Ни о каком абсолютно истинном или окончательном толковании не может быть и речи. Смотрите, как интересно. С первых слов можно уже войти в некий конфликт с существующими мнениями. Обычно мы считаем, что то толкование, которое мы только сейчас имеем или придумали, или в которое мы верим, оно и является абсолютно истинным. А как же может быть иначе? Но Осборн обращает внимание на то, что сейчас, на данном этапе, мы не можем говорить о неком абсолютно истинном или окончательном толковании, которое только может быть в мире, присутствовать на данный конкретный стих. И опять вернусь, он говорит о германифтической спирали. То есть он говорит о том, что мы каждый раз с каждым толкованием, с каждым новым усилием, даже не толкованием, а усилием, подходим все ближе и ближе к центру, к смыслу. Но, возможно, мы не можем говорить об абсолютно истинном и верном толковании на каждый стих в каждом определенном моменте. То есть это не значит, что мы должны сомневаться в каждом своем слове. Но практика, которая говорит нам о том, что то толкование, которое я открыл, оно должно быть абсолютно истинным и верным, возможно, не есть лучшее. Второе. Мы должны отличать предположение от предубеждения. И в этом нам поможет принцип Рикера, согласно которому мы должны ставить себя не впереди, а позади текста, чтобы текст обладал приоритетом. Вы знаете, это не только действенно в отношении культистов, которые за текстом видят только свое учение, свою доктрину. Порой и с христианами приходится выяснять некие такие детали или нюансы, когда они говорят, нет, вот это должно быть только так. Почему? Ну вот в этом стихе так написано. Я говорю, а в другом стихе? Говорят, ну это не важно, вот в этом же так же написано. Я говорю, вы знаете, у нас есть предположение, но у нас есть также и предубеждение. Если вы не знаете о том, что и у вас так же, как и у меня могут быть предубеждения, и вы не боретесь со своими предубеждениями в толковании текста, то это опасно. Потому что предубеждения, с которыми вы толкуете текст, могут уводить вас от правильного понимания, от смысла текста. Я понимаю, что каждый родился духовно в определенной церкви, у него есть история, история понимания Писания, история толкования Писания, и это важно, и это хорошо, и иначе не происходит. Мы все несем, как люди, на себе отпечаток своей семьи, своего воспитания, а как люди, рожденные в конкретной, духовно рожденные в конкретной церкви, мы несем отпечаток той динаминации или того направления, или той общины, в которой мы родились духовно. И в этом ничего опасного или такого страшного нет. Страшно, когда мы думаем, что границами этой общины ограничивается все возможное толкование текста. Правильно имеется в виду. Третье. Мы должны искать способы, которые позволили бы нам проработать предположения и не оказаться в плену предубеждений. То есть, если мы понимаем, что у нас могут быть предположения и предубеждения, то мы должны найти способы, каким образом избавиться от предубеждений и каким образом уточнить предположения. Как? Вот самый простой способ. Смотрите, вы учитесь, и это уже хорошо. Потому что учеба есть один из тех инструментов, с помощью которого мы уточняем свои предположения и избавляемся от предубеждений. То есть, обмен знаниями, обмен опытом, расширение своего кругозора, использование систематических знаний. Все это позволяет нам использовать эти знания на нашем пути постижения истинных Библий. А. Мы должны быть открыты для новых возможностей. Христос дал нам так много, так ярко и так прекрасно, что для человека неграмотного Писание понятно. Для человека очень умного Писание глубоко. Для любого человека, кто хочет найти в нем глубины постижения и познания мира, Писание всегда откроется. И для человека, может быть, которого так получилось, что он не занимался науками и каким-то глубоким изучением, Писание также остается прекрасно и достаточно. Это его удивительное свойство. Кстати, опять же, в сравнении с эзотерическим пониманием, где обязательно нужно пройти уровни посвящения, уровни понимания. Нужно много читать и глубоко познавать, иначе вы не проникнете во все эти глубины. Писание достаточно для любого человека. И удивительная вещь, которая всегда меня вдохновляет. Новый Завет был написан на простом языке, на том, на котором говорили люди того времени. Он не был написан на высоконаучном языке. Хотя есть и тексты Иоанна, но люди того времени понимали этот текст. Это значит, что Господь обращается к каждому вне зависимости от его уровня воспитания, образования или знания. Итак, мы должны быть открыты для новых возможностей. Мне иногда казалось, что я уже познал все в Библии. Дай мне любой стих, и я его так легко могу прочитать, протолковать. Ну как же, я же ее прочитал, я же слышал много интересных проповедей. Значит, соответственно, я все могу понимать и легко могу щелкать любые серьезные темы. И вот когда я стал заниматься исследованиями, обучением, образованием, стал преподавать, читать какие-то другие книжки, помимо своих умных мыслей. Я понял, что вообще-то мне стоит много и много еще учиться. И мне нужно быть действительно открытым для новых возможностей понимания текста. И более того, я увидел, как много тараканов в моей собственной голове в отношении текста. Как много своих собственных каких-то странных и кривых предположений я настроил, как заборы, которые мешают мне пониманию текста. И очень важно, что мы должны тексту позволять толковать нас, позволять с новыми критическими идеями взаимодействовать, оспаривать наши суждения. Наши суждения не должны превалировать над текстом. Следует стремиться к истине, а не к подтверждению своих предвзятых идей. Это очень важный момент. Эти люди говорят, нет, я это вот раз увидел, мне это открылось, все это так и должно быть на все века. А вы не предполагаете, что текст, что Писание может быть больше одного вашего предположения? Если да, читайте Библию. Читайте ее каждый день. Это поможет, чтобы текст управлял вами, а не вы текстом. Второй подпункт. Мы должны понимать, как опасно просто принимать свои предположения. То есть, вот мы что-то предположили, ничего не проверили, никак об этом не задумались. И подумали, как хорошо, я открыл еще одну новую истину. Могу вам сразу же сказать, это опасно. Третий подпункт. Толкователь должен не только исследовать текст, но и позволять тексту исследовать себя. В экзогезе наше предположение, наше предпонимание должно видоизменяться под влиянием текста. Текст должен иметь превосходство над толкователем. Очень часто происходит наоборот. Я, я увидел, здесь открыл эти истины. Ах, сейчас, да, вот и все. И вот этим открытием, моим духовным зрением начинает толковаться все остальное. Сколько такого рода примеров мы видели, просто диву даешься. Знаете, когда мы видим такие примеры в других толкованиях, в других, ну, так скажем, не толкованиях, а эзотерических откровениях, мы над ними смеемся и говорим, ха-ха-ха, как они здесь все неправильно толкуют. Но когда мы это делаем сами, мы говорим, вы знаете, к нам нужно достойно относиться. Все-таки это мое духовное видение, это мое духовное прозрение. Почему вы надавно смеетесь? Мы говорим, ну-ка, это же не совсем правильно. Ну и что? Зато духовно. Хорошо. Четвертый пункт. Сложное слово, я не стал его заменять, просто следую уважению автора. К автору. Поливалентный. Что такое поливалентный? То есть одинаково значимое. Да, то есть одинаково значимое или поливалентное толкование недопустимо. Чего-то я не понял. Как-то так. Но плюралистический или поливалентный подход весьма возможен. Да, то есть вы можете делать разные предположения, и это нормально, это не страшно. Но когда в вашем толковании одновременно сосуществуют совершенно разные или равнозначные толкования, скорее всего, где-то произошла ошибка. Понимаете? То есть когда к одному и тому же тексту принимаются разные, равнозначные толкования, нужно выбрать все-таки один. Хотя поиск разных толкований, это не страшно. Опять-таки продолжает Осборн. Я настраиваю на толковательном реализме. Он вводит это как термин. То есть на постоянном диалоге между общинами различной веры, который направлен на усовершенствование, переформулирование теории на основе большого числа доказательств или более согласованных моделей. Поливалентность в чистом виде лишена строгой диалектики, потому что она граничит с релятивизмом, при котором каждая теория так же приемлема, как и все остальные. Понимаете, он говорит, конечно, не в свете эзотерики, а в свете диалога между различными конфессиями. И когда каждая конфессия или каждая община настаивает на своем исключительном толковании и не допускает никакого другого, или наоборот говорит о том, что все толкования верны, он говорит о том, что все эти предположения, они могут быть ошибочными. То есть нам необходимо искать решение, но не допускать различных поливалентных толкований. Пятое. Мы должны позволить правильным герминифтическим принципам руководить нашей экзогезой и предотвращать при внесении наших предубеждений в текст. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok